Всем привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу об антикризисном предложении автолюльки для вас от компании Baby Design Люлька. Называется Leo. Это, кстати, одна из самых легких люлик. Она весит всего 3-4 килограмма, поэтому и переносить вместе с ребенком даже будет достаточно легко. Причем она совместима с колясками. Перечень совместимых колясок по ссылке в описании на сайт вы пройдете. Там в характеристиках будет списочек. Поэтому если что-то подобное ищите, можно будет как раз таки пригодиться к этой люлечке. Кстати, что касается безопасности. Европейская сертификация пройдена, ребенка доверять можно. Вот. Поэтому сегодня мы с вами и рассмотрим. Она недорогая, но за небольшие деньги вы получаете достаточно приличное предложение. Соответственно, вы видите, у нас здесь есть козырек. Даже накидка на ножки у нас идет в комплекте. Она будет актуальна больше не в машине, а когда вы будете использовать ее с коляской. Потому что коляска же на улице катается, все верно? Вот. Получается, вот что мы имеем. Люлька у нас используется где-то до года. До 13 килограмм веса ребенка. Поэтому где-то до 9 месяцев по факту ее 100% будет хватать. Если, естественно, вы не будете сюда запихивать ребенка в комбинезонах. В комбинезоне небезопасно возить детей. Поэтому и кресла, автолюльки делаются для детей без комбинезонов. Они рассчитывали свой размер для детей без комбинезона. Поэтому ребенок не поместится в верхней одежде. Соответственно, прогрели машину. Едем. Это не всегда удобно. Я согласен. Все говорят, ой, а как же в реальности? Вот как-то так. Вот так вот. Соответственно, что мы здесь имеем? Наклеечку на автомобиль. Baby on board. Ну да, прикольно. Покупать не придется. Дальше у нас здесь есть вкладыш. Вкладыш у нас двойной. Снизу у нас есть вкладыш, который выравнивает положение спинки ребенка. Когда ребенок подрастает, мы его вынимаем. Соответственно, высвобождаем пространство. Дальше, когда ребенок еще подрос, мы вынимаем отсюда и вот эту люльку. И получается у нас реально куча места. Поэтому на весь период, пока производитель заявляет до 13 кг, ее реально хватает. Соответственно, здесь, кстати, использованы очень неплохие ремни, очень известного бренда. Сейчас где-нибудь название всплывет. Я просто название точно не помню. Вот. Это, на самом деле, именитая компания производства ремней, которая занимается. Это очень качественные, надежные ремни. Здесь также есть мягкие накладки, на паховой, на плечевой зоне. С этим все окей. Сами материалы в люльке, во вкладыше, используются реально классные, мягкие, тактильно, приятные, вообще без вопросов. Здесь же ткань используется чуть-чуть больше. Так, знаете, как осенние курточки мы покупаем себе. Сейчас, если это не кожаная куртка. Это вот что-то подобное такое, вот слышите, да? Но не раздражает, все хорошо. Соответственно, за эти деньги, ну, лучше ожидать точно не стоит. Это материал, используемый в более дорогих версиях. Поэтому, как бы, все отлично. Соответственно, эта люлечка устанавливается у нас в автомобиль. И на переднее сидение, и на заднее. Но на переднее не забываем отключать подушку безопасности. Это сильно важный момент. За этим следите и не упустите. Соответственно, ремнем она крепится. Сейчас покажу, как. Вытаскиваем ремень полностью. Здесь вот по бокам есть специальные направляющие. Проводим в них ремень. И здесь проводим ремень. Дальше защелкиваем. Дальше верхнюю часть ремня нам нужно пропустить в направляющем вот с этой стороны. Он у нас здесь находится. В данном случае он синий. Проводим ремень здесь. И после того, как мы всю вот эту манипуляцию провели, нужно обязательно хорошо-хорошо натянуть весь ремень. Она полностью, видите, стоит как вкопанная. Я бы единственное еще порекомендовал докупить на просторах интернета. Полно таких предложений. Это такой, вы знаете, валик, который вкладывается вот в это место под люлечку, чтобы она не скатывалась вниз. Тем самым у нее там образуется упор. Вы можете и сами что-то придумать, подложить сюда. Если я сейчас опущу полностью, ребенок практически сядет. Не будет такого горизонтального положения. Но если мы ее чуть-чуть вот так вот подожмем, ребенок получается практически в ровном нормальном положении. Плюс здесь упор не даст ей проскальзывать вниз-обратно. И, соответственно, можно нормально, прекрасно ездить. Единственное, после каждой установки обязательно натягивайте ремень, чтобы была жесткость конструкции всей. Ремень при ДТП никуда не денется. Он моментально блокируется, так это работает в автомобилях. Поэтому не переживайте, что я ремнем ставлю, это небезопасно, нужен зафикс. Без проблем. Можете купить с зафиксом кресло, но там оно будет в 4, в 5, в 7 раз, наверное, дороже. Если мы говорим о очень хороших брендах. А так, конечно, есть уникальные предложения. Ну, на компания, кстати, сейчас тоже предлагает меньше 20 тысяч с базой зафикс. Это тоже круто. Но это не те деньги, это гораздо меньше. По ссылке в описании на Мир Автокресел пройдете, посмотрите цену. Предложение очень даже неплохое, за свои деньги. Соответственно, что мы получаем? Очень хорошее качество. Добротные материалы, абсолютно. Нормальную европейскую сертификацию по безопасности мы получаем. Совместимость с колясками. 3-4 килограмма веса. Это очень легкая люлечка. Накидка на ножки. Козырек. Вообще прекрасно все. Очень тактильно приятная накидочка, повторюсь. Вот. И все это в районе 6 тысяч рублей. Это реально недорого для такой люлечки. Конечно, есть там варианты для такси. Еще дешевле. Но себе, когда берете, для своего ребенка, лучше все-таки хотя бы минимум на что смотреть. Это вот на такие люльки и выше. Соответственно, все. Добавить мне больше нечего. Могу лишь сказать, что если плюс-минус 5-6-7 тысяч рублей, это прям огонь предложения. Отличное предложение, совместимое с колясками. Поэтому, почему бы и нет? Можно и сэкономить. Если нет такой возможности купить что-то более дорогое, очень хороший вариант. А купить вы можете в Мире Автокресел. Без проблем. В день в день вам привезут. Даже если между чем-то еще выбираете, вам две люльки привезут. Вы выберете и одну заберете. Поэтому пользуйтесь такими интересными предложениями в магазине Мир Автокресел. Выбирайте, естественно, люльки, как всегда, вам. Если вам этот обзор был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк. Подписывайтесь на канал. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автолюльки для вашего младенца. Всего доброго.